А как вам кажется, почему не получилось широкой общественной кампании против установки того же памятника Сталина, против возвращения имени Сталина городу, причем даже не только яблочной, в общем-то и унесенной активности? Почему пока не получается широкой кампании за мир? Что намного более понятно в данный момент даже. Как бы ты ни думал по другим вопросам, но это-то очевидно, но тоже нет общественной кампании. Потому что, к большому сожалению, общественной кампании нет, потому что само общество находится в очень тяжелом положении. Но я не буду говорить так категорично, что нет гражданского общества. Хотя в значительной степени можно было бы так сказать, наверное, это было бы честнее сказать, что его сейчас нет. Потому что настоящее сильное гражданское общество не допустило бы такого развития событий в стране. А как вы думаете, получится ли у Яблока сформировать команду для грядущих выборов в Волгоградскую и Градскую Думу, в Волжскую и Градскую Думу? Да, да. И Яблоко пойдет с тем же лозунгом за мир, с которым оно шло в Москве? Это главный лозунг, да, за мир, конечно. Григорий Явлинский недавно в «Новый рассказ газеты» опубликовал свою статью, которая вызвала широкий резонанс в интернете. В общем-то, с одной стороны, были люди, которые говорили, что действительно Явлинский прав и прекращать огонь нужно. С другой стороны, были люди, которые говорили о том, что сейчас, прекратив эти боевые действия, по сути, будет лишь только дано время Путину для того, чтобы сформировать отряды, подкрепить как-то армию и продолжить эту войну. И это замедление приведет лишь только к еще большему количеству жертв. И ни к чему эта приостановка огня не приведет в итоге. Как вы можете ответить тем людям, которые критикуют статью Явлинского? Мы занимаем эту позицию уже с апреля прошлого года. Она была именно так сформулирована, про соглашение о прекращении огня. Это была публичная позиция сначала Федерального политического комитета. Явлинский является его председателем съезда партии. До этого много лет Явлинский выступал с предупреждением о подобном развитии событий. В том числе и в ходе избирательной кампании по выбору в Государственную Думу. Все эти уважаемые военные аналитики со своих диванов не могли разглядеть такой угрозы. На мой взгляд, прежде всего, они должны, если честные люди, то сейчас извиниться за то, что они тогда не сделали то, что они могли бы, обязаны были сделать. То есть призывать общество к тому, чтобы как минимум на выбор в Государственную Думу люди бы заявили о том, что они не согласны с таким предполагаемым развитием событий. Этого не случилось. Поэтому теперь очень нечестно и очень непорядочно, находясь в теплых квартирах, в московских или в каких-то других городах нашей страны, или в других странах, рассказывать о том, как должны гибнуть люди на фронте. Потому что речь идет об этом. Речь идет о том, является ли абсолютной для нас ценностью человеческая жизнь или она таковой не является. Если она является, то самое главное, на сегодняшний момент, на 8 февраля 2023 года, чтобы прекратилась стрельба и прекратили гибнуть люди с обеих сторон этого конфликта сейчас. После этого можно садиться за стол переговоров, начинать длительные, долгие обсуждения того, что теперь делать, как из этого ситуации выходить. Но ко всем людям, которые считают, что нет, надо как-то по-другому, скажите, пожалуйста, вы все очень умные, вы скажите конкретно, как практически прекратить гибель людей. Ну, а к самым ярым таким, озверевшим противникам статьи Ивлинского, если вы такие последовательные, тогда вы собираетесь и отправляетесь в окопы на фронт. Но это будет более честнее. По дороге предложите свой рецепт мира. Ну, вот такой вариант у вас есть. А просто писать яркие, броские статьи в социальных сетях, когда другие люди гибнут, ну, это как-то не очень хорошо просто, не очень порядочно на высказке. Прежде всего, эта статья адресована вообще всем. Вот просто всем людям. Какую бы позицию ты ни занимал, и в какой бы ты стране ни был. Но мы российские политики, поэтому давайте обсуждать сейчас то, что про нас, про нас, про граждан России. Пока мы формулируем всему миру позицию, что нет, да, в России есть как общество целиком. В России есть люди, которые поддерживаются разных позиций. Далеко, да, вот люди, которые в яблоке, которые поддерживают яблоко, мы за мир, мы за прекращение гибели. Но сейчас надо признать, что мы не большинство. И большинство в разных вариантах за продолжение гибели людей. Ну, других людей, правда, не себя, других людей. Вот, поэтому можно ли сформулировать? Можно, когда будет большинство людей придерживаться другой позиции. Тогда политики, принимающие решение, увидят, что большинство людей придерживается другой позиции и будут искать выход из этой ситуации. А пока нет, пока это нет такого запроса. Это, к сожалению, да, очевидно сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!